Сейчас более-менее, листья валяются, тучи. Я говорю, и солнце, и тучи, и холодно было, сейчас потеплело. Ну, нас хочу показать вдвоем, какая у тебя тележечка. Какая ты красивая, все они, господи, когда мы снимем эти маски, когда уже закончится. Не говори. Уже достало немного. Да. Сначала все это было, ну, как бы так, знаете, в новинку, да, посидим там, теперь уже начинают доставать, потом начинаешь смотреть, что это ни концу ни краю, что некоторые, даже эти самые говернаторы, как они называются, в общем, которые провинциями правят, не хотят выпускать народ, потому что им выгодно. Государство деньги дает, народ дома сидит, они себя чипнули, хороший кусок, засидите себе дома. Не, уже открыли, Леонид, открыли. Украинская кухня открыла сейчас, или открывается на днях, вот. Я так правильно снимаю? Да, так правильно. А то я не умею твоей камерой. Вдруг. Осторожно, только по подвозке. Пройдем. Я думала, она сюда едет. Сейчас я приду домой, придем домой, все вам покажем. Это будет вторая часть нашего... Какую, что заходимся? Нашей вылазки. Да. Нашей покупочки. Вот, что мы купили. Начну с рыбы. Леня ее отнесет, а то мне она здесь мешает, как бы. Вот такая рыба. Леня, сколько здесь килограмм? Не знаю. В общем, это, как он называется? Морской окунь еще, наверное, так можно сказать. Вот ее сколько здесь, много. Очень тяжелая здесь эта миска. Забирай. Ну, два кулька я набрала. Ну, она очень вкусная, морская рыба. Это просто вкусная. Потом придешь, будешь еще мне здесь забирать. Тоже Лене отдаю. Тушки кальмара взяла три штуки. Они замороженные. Сейчас их в морозилочку быстренько. Да, просто есть вещи хотят. Кальмары у нас... Те цены, которые я помню, я скажу. Кальмары у нас по 800 за килограмм. Вот такие. Дальше. Куриная грудка. Куриная грудка получается по 290 за килограмм. Здесь 2 кг. Тоже туда ее забирай. Сейчас, подожди. И я уже покажу мясо. Палета из мяса. Я буду делать фарш. Леня мне сделает. Здесь 2 кг вот такой палеты. Это говядина. Да, говядина. Огромный такой кусок. И она тоже получается по сколько? 440 за килограмм. Забирай. И то, если 2 кг берешь, то по 440. То есть там как бы списка такая. Забирай доску что-то. Да, мне неудобно брать. Леня говорит, понеслась. Издевается. Я все, все продукты обрабатываю. Обрабатываю спиртом. Вот у меня спирт. Здесь 96%, но я разбавляю водой, получается где-то 70%. Вот такими ватными дисками я все мою. Все продукты. Все, кто употребляет больше спирта, чем я в месяц. То, что можно помыть, к примеру, под краном. Ну вот, конечно, я не мою мандарины спиртом. Мандарины и перец я все помыла под краном с мыльной водой. Вот такой еще есть алкоголь в аэрозоле. У нас продается уже сейчас все. И маски можно купить везде. И вот эти всякие средства. Вот это вот тоже. Этим я пользуюсь только для обуви и для сумок. Ну, обеззаразить на всякий случай. Ну, знаете, мы не до такой степени боимся, что не ходим гулять и все такое. Но если можно себе еще как-то на всякий случай, да, Лень, обеззаразить, то... Так, идем дальше. 2 килограмма мандарин. У нас как раз сезон мандарин сейчас. Мандарины... Почему, Леня, не знаешь? Не помнишь? Бабушка, я не канала. Ну да, я тоже не помню. Перец вот такой болгарский 2 килограмма. Я завтра хочу сделать фаршик. Отварю рис. Перец по 160. Да, за килограмм. Таких 2 кг уже все помыто у меня. Буду делать перец. У меня есть скороварка. И очень хорошо получается перцы с мясом, с рисом. Ну, в общем, их начинить. Так, идем дальше. Первый раз купила вот такие грибы попробовать. Жирголас называется. Здесь полкилограмма. Вот такие они, не знаю, пожарю их. Почитаю еще в интернете сначала. Вот такие они. В принципе, неплохие вроде как. Ну, посмотрим. Леня взял вот таких 3. Это тоже сейчас отнесем в морозилку. Блинчики с мясом. С мясом. Что тут еще есть, Лень? Себора. А, лук. Лук и мясо, да. И вот в ингредиентах. Смотрите. Мука, вода, масло, мясо, лук, соль, перец и чуть-чуть сахара. И все. А нам с никого очень нравится. Их чуть-чуть поджарить на медленном огне, чтобы они румяными стали. Не сфокусировал. Да. И продаются они есть другие, которые хамоны кесо, допустим, вердура. Я видел сегодня. Овощи. Ты переводи. Переводи, пожалуйста. Курица. Я видел с курицей. Я видел хамоны кесо, что у нас получается. Ветчина с сыром. Ветчина с сыром. Забирай. Ну, в общем, вкуснящие вещи. Так, в общем, это забираем. Ну, 160 по 130 пачка. Ленечка, вот эти тоже забираем овощи. Я здесь все подвинула, чтобы у меня все место было. Так, кока-кола для баловства. Кока-кола без сахара мы берем иногда. Два вина. Органическое вино. А чем еще заниматься на этих каких, на карантинах? Нет, на карантине надо беречь. Слушай, Бразиль написано. Это что, бразильское что ли? Не знаю, может. Ну и органика органика. Не, сертифицирован продукт органика Бразилия. Я не знаю. А ну-ка интерес. Может и бразильское? Да не, вряд ли. Мендоса Аргентина. Не, Бразиль это сертификат какой-то там бразильский. Это тоже органическое вино. Почему органическое? После них не болит голова. Там меньше сульфитов или сульфатов или как там они называются. Они на вкус не пахнут никаким спиртом. Ну, в общем, вино хорошее, вкусное. Я тоже иногда пью. Так, теперь Николасу. Это забирай? Да, грибы можешь забирать. Ник у нас пьет маты. Вот такое я ему покупаю. Здесь 500 грамм, полкило. Маты стоит 130, по-моему, песо вот это. Затем идем семена чия. Семена чия, если я не ошибаюсь, около 120 песо. Здесь 250 грамм. Это тоже Николасу для баловства купили. Вот такой, как он, в общем, мивина. Я не знаю, вот такой вот, короче, супчик все знают. Дальше идем семечки подсолнуха сырые. Что вы там шепчетесь? Он шепчется. Так, теперь сыр муссарелла без соли. Стевия. Это подсластитель, который натуральный. Так, что оно не фокусирует мне ничего? В общем, ладно, это стевия. Шоколадки были, зеленых не было, которые мы любим. Но еще были вот такие. Они без сахара, с подсластителями. И здесь получается 55% какао. Тоже вкусный шоколад хороший. Неплохой. Шоколадки по 100. Где-то по 160. Да, где-то так по 160, наверное. Так, переключили на auto. Может быть, будет фокусировать получше. Так, здесь у нас фокус. Фокус. Как она называется? Каша эта? Пшено. Михо. Пшено. Я его готовлю в моей кастрюле-скороварке. Не пригорает, не прилипает. Очень хорошо готовится. Теперь чечевица. Турецкая лентеха турка. Ну, вот цена 300 за килограмм. Теперь крабовые палочки. Крабовые палочки, по-моему, 180 где-то так. Соевые сосиски. Это мне. Соевые сосиски по 130. Здесь 5 штук. Колбаска. Это я взяла в Карифуре, это не в китайском районе. Так, извините. Люди хотят ремонтировать компьютера, но нам не разрешают. Так, еще раз. Колбаска. Это, по-моему, где-то по, если не ошибаюсь, то ли 103, то ли 130. 180 грамм на бутербродики. Овсянка. Вот такая. Груэйса. Ну, в общем, короче, вы видите, вот такая расплющенная. Кило получается 190. Суши. Это у нас не колясу. Суши. Вот с красной рыбой. Сыр и зеленый лучок. Приправа наша любимая чимичури. Я ее добавляю. Так, сфокусируемся. Вот. Вот такая здесь, как видите, все-все здесь есть. Угу. Угу. Так. Смотрите. Ахимолидо, ахо, чеснок, петрушка, орегано, лук. Ну, в общем, вкусняшки всякие. Затем у нас идет киноа. Киноа, по-моему, где-то была 260. Где-то так. Не очень помню. Где-то так. Два йогурта без сахара. Йогурты по 39. Так, идем сюда. Это у нас чай. Ибискус. Вот. Как он называется? Я не знаю. Но такие розовые лепесточки. Гибискус, наверное, так и называется. Такой чай. Затем я взяла вот такой чай попробовать. Индия. Сейчас уже у нас похолодало. Можно и чай попить. Не знаю, еще такой не пробовала. Затем, так как я очень люблю маракуйю, взяла зеленый чай и маракуйя. Первый раз. Никогда раньше не пробовала. Моя сестричка, как-то мы разговаривали, говорит, я готовила кускус. Я говорю, а я никогда кускус еще не готовила. Ну, вот взяла кускус. Его готовить вот таких, пять вот таких пачечек. Это 280 песо пачка. Здесь получается, наверное, 500 грамм. Да. 5 по 100. 500 грамм. Затем взяла орехи лесные. Так. Цена у нас получается за кило. Ну, в общем, не знаю, сколько за кило. Здесь, короче, 215 песо за такую маленькую пачечку. Затем вот таких орехов еще взяла. Это уже все... А, это уже все расползлось, а я же это... Помыла все спиртом. Короче, вот такие орешки. И вот такие. Это я в разных магазинах брала. Я смотрю, эти орехи получаются чуть лучше, чем эти. Эти какие-то потемнее. Ну, ладно, ничего. Один йогурт. Бе-би-бле. Йогурт по 75. Два вот таких сыра. Муссарелла для салата. Сыр по 200... Нет, сыр по 180. Так, что еще у нас есть здесь? Первый раз решила купить, попробовать сухие помидоры. Что-то мне захотелось. Посмотрю-ка, как их готовить, что с ними делать, замачивать их или как. Так, это еще у меня осталось. Вытирала. Все вытираю, все мою. А напишите в комментариях, вы моете продукты, вытираете? Вы такие же немножечко чуть-чуть, как и я или нет? Виноград... Сколько, Ален, 90? Где-то полкило здесь сказали, чуть больше даже. И еще взяли бананы. Вот такие. Бананы протерла спиртом. Я их не мыла. Иначе они попортятся. В общем, короче, вот такая закупка. Устала уже говорить уже. Кстати, у нас сейчас уже 4 часа вечера. Мы еще ничего не кушали. Правда, Лень? Да. Мы с тобой как всегда. Ладно, пойдем готовить рыбу на пару. Все, сейчас пораскладываю. И немножко уже надо передохнуть. Всем пока. Пишите комментарии. Пока-пока-пока.